А теперь о серьезном. Я занимаюсь коммуникациями. Самая честная аудитория, перед которой я выступаю, это 13-12-летние подростки в Сколково, где я провожу семинар по коммуникациям. Стартап Junior. Аудитория Perfect. Как вы думаете, сколько современные дети готовы воспринимать информацию, которую вы им говорите? 8 секунд? Нет, если информация интересная, они будут воспринимать ее дольше. Сколько? Вы должны это знать. У вас онлайн-школы. Вы смотрите на людей. Точнее, 15-20 минут. Полчаса воспринимать информацию. Бог с вами. Как часто вы берете телефон в руки? Статистику. Кто знает, сколько раз человек берет смартфон в день раз в руки? 300? Мы его не отпускаем. Давайте так. Проще посчитать, сколько у нас лежит не в руках рядом с нами. Это диджитализация. Аудитория — это поколение иксов. И как коммуницировать с такой аудиторией, очень здорово. Я прихожу к ним в аудиторию, я понимаю, что если я им за минуту ничего не скажу, я им неинтересен. Первая статусная минута говорит о многом. Если за первые минуты вы не сказали ничего интересного, вы будете неинтересной аудиторией. Это студенты, это дети. И мои первокурсники в вышке, они точно такие же. Там все сложнее. Как вы думаете, кто интересен? Инстаграм или преподаватель? Скучный преподаватель. Инстаграм, потому что там дофаминовое царство. Там нас как рыбок подкармливают, лайк получил, дофаминчик. Все, это происходит сплошь и рядом. Мы всегда будем проигрывать в эпоху современную. Мы будем проигрывать гаджетом. Все. Удерживать внимание невозможно. Я профессионал с 30-летним стажем. Я каждый раз выхожу на сцену, я понимаю, что я вижу все ваши глаза, но не все. Вы в телефонах, большая часть. Это нормально, это норма времени. Это лакмусовая бумажка для спикера. Удерживать внимание, чтобы тебя слушали, становится сложнее. Информация дешевая. Скажите мне, пожалуйста, какое разрешение у человеческого глаза в мегапикселях? Я подожду. У вас есть доступ к самой большой сети на Земле, к интернету. Сколько разрешения у человеческого глаза? Сколько? У вас есть Google, вы все можете перепроверить. Мгновенно. Вам проще получить информацию от меня? 200 мегапикселей. Как вы считаете, я сказал вам правду? Нет, правильно, потому что разрешение человеческого глаза 576 мегапикселей. Мы настолько ленивы, что нам проще потреблять информацию от человека, чем идти даже в те же самые гаджеты. Хотя там можно получить информацию быстрее. 576 мегапикселей. Представляете, сейчас я не знаю, сколько у вас здесь пар глаз смотрят меня в этом разрешении и оценивают мое невербальное поведение. 80% информации от человека к человеку передается невербально. Если я выключу у себя звук, вы будете понимать, что я говорю, как я говорю, с какой я энергией говорю. И только 7% у нас невербальные. 7% слова. Слова имеют значение, но невербальный канал очень важный. Информация дешевеет. Ее очень легко добыть. Ее очень быстро перепроверить. Вы все визуалы, в большинстве своем. Открыл, прочитал, информацию получил. Все, там неинтересно, что происходит. А вот следующее, следующий мой слайд, очень простой. А время дорожает. Мы потребляем большие массивы информации за меньшее количество времени. Нам ценно наше время. Поэтому мое отношение к времени, оно непоколебимо. Если папа сказал, выезжаем в 9 с утра, мы выезжаем в 9 утра. Наташа об этом знает. Но тут я не то, что временной тиран, просто я понимаю, это не уважение к самому себе. Это уважение к тем людям, которые рядом со мной. Каждая секунда, она все, ее больше нет. Все увеличивается, кроме времени и земли. На земле, как говорил Марк Твин. Поэтому с уважением относитесь ко времени. Я всех всегда заклинаю, уважайте свое время. Если есть возможность, сокращайте. Подарите это время своим детям, своим близким. Не выступайте много. Один пример, который я обожаю. Два ученых. Один американец Уотсон, другой британец Крик. 1953 год. Они представляют научному сообществу событие, которое перевернуло мир. Они представляют формулу двойной спирали ДНК. 1953 год. Экранов не было светодиодных, проекторов не было. Были большие картинки. За это они впоследствии получают Нобелевскую премию мира. Это становится отправной точкой в развитии различных технологий. Ну и, в общем-то, переворачивает всю историю цивилизации. Отчасти. Как вы считаете, за сколько минут Уотсон и Крик представили научному сообществу формулу двойной спирали ДНК? Эту информацию сложно найти. Она зарыта в недрах. Это надо почитать. Как думаете, сколько? 20 минут. 20 секунд? Ну формулу двойной спирали ДНК. Вы за 20 секунд не опишите ее? На плакатах принесли? Но ее же надо представить научному сообществу, чтобы не выглядеть шарлатанами. Представляете? И чтобы тебе поверили. Сколько? Ну 53-й год. Информации тогда не было мобильных телефонов. Тогда ничего не отвлекало. 53-й год. Целый день. На самом деле нет. Все очень просто. Вы не поверите, но это 5 минут. 5 минут. 53-й год. Формулу двойной спирали. Эффект взорвавшейся бомбы. И все очень просто. Все быстро все поняли. Всего 5 минут. Если вы не любите свою аудиторию, аудитория уйдет к тому, кого она любит. Эмпатия, доверие – это очень важные вещи. Мы любим, доверяем тем, кто нам нравится. А вот здесь я возвращаюсь к 80% невербальной составляющей. 80% – это наша невербалика. 0,1 секунды – это научно доказанный факт – требуется нам, чтобы посмотреть на человека и практически все о нем понять. Понять, насколько он нам друг-враг. Понять, насколько он нам интересен и претендует на роль нашей второй половинки. 0,1 секунды. Вчера Миша Христоненко говорил об этом. Он говорил про рептильный мозг. Про продажи. Вот у меня ровно то же самое. На моем курсе рептильному мозгу посвящен огромный пласт. У меня вообще 226 часов курс в вышке про коммуникации. Сегодня у меня 15 минут, осталось уже 7. Представляете? Рептильный мозг имеет огромное значение. Он не всю информацию воспринимает. Так вот, всегда найдутся другие эксперты, которые будут просто любить лучше и больше. Они улыбнутся вам вначале. Они не опоздают ко времени вебинара. Я не люблю, я дева по гороскопу, у меня так вот зашито, понимаете, что я вот не опаздываю. Я чистоплю и вот если кто-то начинает чуть позже того времени, которое назначено, для меня это такое триггер неуважения ко мне. Я знаю, что он сейчас задержался на 2 минуты, потом он на час может опоздать. Ну, зачем? Это про ваших экспертов. Это про тех людей, которые, подходим к следующему важному моменту, которые являются вашим личным брендом, таким альтер-эго. Они тоже ваш бренд. Вас ассоциируют с ними, с вашими экспертами. Я доходчиво говорю, что ваш эксперт – это продолжение вас с точки зрения личного бренда. Ну, согласитесь, что это так. Нам нравится человек, мы ему доверяем, мы его покупаем. Вообще алгоритм простой. Сначала доверие, потом компетенция. Нельзя так, слушайте, я специалист вот в этой области, обязательно купите у меня. Нет. Сначала надо заработать доверие. Это и в коммуникации работает. Я занялся питчингом. Знаете, что это? Это не из бейсбола, это не питчер из бейсбола. Нет. Это когда меня просят прийти продать кому-то их идею. Я умею это делать. Я изучу человека, я пойму все составляющие, я учту все факторы, включая какой сегодня день, какое время, какое у человека настроение, сколько у детей, откуда ему ехать. Я учту все эти факторы и выстрою математическую модель своего общения. Это математика и химия. Именно математическую модель своего общения так, чтобы было хорошо. Но доверие — это главное. Доверие надо заслужить. А вот с этим сложно. Ваша аудитория — это ваши амбассадоры бренда. Человеку понравилось, про вас рассказали. Человеку не понравилось, про вас не рассказали. Это простым языком. Выступил отлично, дал пользу — польза. Еще одно мое любимое слово. Дал пользу, тебя посоветуют, к тебе придут. Нет пользы — не посоветуют и не придут. Поэтому еще одно важное место в любом выступлении — это польза. Какая она? В 73-м году ученые в Калифорнии провели удивительный эксперимент. Я его обожаю. Потом его назвали «Эффект доктора Фокса». Кто-то об этом слышал? Класс. Вы правда не слышали про эффект доктора Фокса? Он вам поможет. Ребят, он вам очень сильно поможет улучшить свое онлайн-образование. Погуглите. Я вкратце расскажу. Смысл его заключался в следующем. Аудитория, профессиональная аудитория людей, которые связаны с психологией. Форум. Выступают люди один за другим. Первый выступил, второй выступил, третий выступил. И вот на четвертом выходит модератор и говорит, уважаемая аудитория, нам сегодня страшно повезло. Перед нами выступит человек, ученик самого великого Альберта Эйнштейна. Человек, который написал десятки монографий научных трудов на тему психологии. Человек, авторитет которого непоколебимый. Сегодня нашел время, чтобы приехать к нам и выступить на нашей конференции. Естественно, зал вырывается овациями. Выходит человек стильный, в очках с роговой оправой. Из трибуны 20 минут очень хорошо рассказывает о психологии. Рассказывает действительно идеально. Просто фантастический текст. Фантастическое владение словом. Он делает все очень эмоционально, невербалико зашкаливает. Его приятно слушать. После выступления выясняется, что это был подсадной актер, который просто выписал несколько психологических терминов, интегрировал свою речь. Практической пользой от этого выступления было зеро, ноль. Но к нему подходили люди и говорили, уважаемый доктор Фокс, я читал все ваши монографии, вы такой прекрасный человек, вы гениальный специалист. То, что вы сказали нам сейчас, имеет фантастическое значение для нас. Так вот, здесь очень просто. Эффект доктора Фокса заключается в следующем. То, что рассказано нам эмоционально, хорошо, ярко, с жестикуляцией, подчас не имеет никакого практического значения и никакой пользы. Я своим студентам и в Сколково, и в Вышке даю один простой тест всегда. Видите, человек выступает. Замерьте 4 минуты и ответьте на 3 вопроса. Что здесь для меня важно и главное? Зачем мне это нужно? И какая практическая польза? Три тезиса. Если за 4 минуты не происходит ничего в выступлении, дальше не произойдет ничего. Как говорят все компании, я принимаю на работу человека, он работает 6 месяцев. Если же 6 месяцев он ничего кардинально не изменит, он дальше что-то точно не изменит. То же самое и с коммуникацией. Всего 4 минуты. Главная польза должна быть в первые 4 минуты. Если пользы нет, guys, здесь что-то не то. Для вас это должно быть таким маркером полезности или неполезности материала. То, что я люблю. Если вы можете онлайн-школу или то, что вы делаете, представить и объяснить своему 6-летнему ребенку или 82-летней бабушке, и она поймет, у вас все отлично. Если нет, то, ребят, нет. Что-то делать и не так. Простите, но информации много, она разная, и мы с вами становимся просто потребителями этой информации. 99% информации, которую мы получаем в день, нам не нужна. В день мы видим от 300 до 400 поверхностей рекламных в Москве. Вы думаете, мы их не запоминаем? Наше подсознание все запоминает. Можно вытащить при помощи гипноза все эти плакаты, мимо которых вы проезжали из химок на Китай-город. Мы запоминаем все. У нас мусор в голове. Чем проще, тем лучше. Просты ли ваши эксперты? Я честно скажу, я посмотрел не один десяток вебинаров. В среднем мне становилось непонятно несколько раз. Для того, чтобы мне понять, что мне не объяснили, мне надо нажать на паузу, залезть в Google, проверить слово, интегрировать его в контекст. Я теряю время, я теряю нить повествования, я выключился. Чем проще, тем лучше. Золотое правило. Не усложняйте, друзья, не усложняйте. Практика. Фокус-группы своих экспертов делаете? Эксперты дают онлайн-школу, фокус-групп. Посадите людей, живаго, живаго перед ними. Посмотрите обратную связь, получите, замерьте. Я когда экспертизу спикеров провожу, у меня 32 пункта. Включает цвет галстука. Он должен соответствовать заднику. А то знаете, как бывает, выходит человек, черный фон, черный костюм, он весь черной водолазки, выходит голова. Ну, видели такое наверняка. Здесь все важно, здесь нет мелочей. Одно слово, которое я очень люблю, оно звучит просто. На букву R начинается, на я заканчивается. Это про этот статус ВКонтакте. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Это про вашу репутацию. Это то, что зарабатывают в том числе и ваши эксперты. Репутации вам зарабатывают. И если репутация не очень, то она же, как вы становитесь вирусным для аудитории, которая потребляет контент. Берегите свою репутацию с молодой, заклиная. Есть материальные активы, а есть нематериальные активы. Нематериальный актив — это репутация. Ее надо беречь, ее надо холить, лиреть. Она впереди вас. Она вот, вы еще не успели зайти, а вам скажут, сейчас это придет. И вау, или сейчас, ну ладно. Это ваша репутация. Я к ней очень серьезно отношусь. Да, и вот. У меня немного подписчиков, но я знаю их всех. Я не буду проводить никаких конкурсов, вам достаточно подойти ко мне. У меня есть шикарный проект, который называется «Спикер-кафе». Кто у меня был в «Спикер-кафе»? Раз, два, три. Вот там стоит. Спасибо, ребята. Вот это мои адвокаты бренда. Они там были, они это видели, они знают, как это работает. Обратная связь — это ваши точки роста. Получайте обратную связь. Замеряйте НПС. Это важно. Один человек приведет вам сотню или не приведет. Это обратная связь. Любите своих экспертов. А они должны завоевывать доверие аудитории. Это крайне важно, ребят. Я обычно очень веселый человек. Но для меня это бизнес, который родился из боли. Вот из боли. Я начал заниматься экспертами, потому что мне в какой-то момент стало больно. Когда я вижу на сцене Германа Оскаровича Грефа, стою рядом с ним, он выходит, и у него такой, ну что, собрались мои, да? У него есть статус, большой, высокий статус. И никто не может сказать ему, что, чувак, ты на мне неинтересен. Ты не скажешь нам ничего нового. Это обратная связь. Иногда мы просто молчим, а иногда надо сказать. Самое главное, что я хочу сказать, берегите свою репутацию, уважайте свою аудиторию, регулярно проводите замеры. А, и два главных совета вашим экспертам. Полюбите их, сделайте так, чтобы им доверяла аудитория. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok